Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в DayZ. Сегодня я играю не один, со мной Джек Шепард. Здоровайся! Привет всем! Короче говоря, мы с ним идем навстречу друг другу. Он идет ко мне из Черногорска, я иду к нему из Электрозаводска. Мы уже где-то, наверное, полчаса как идем, но надеюсь, что успеем мы сегодня с ним встретиться. Тут до хрена бандитов. Я пришел к пригородке. Пригородке, они, по-моему, близко ко мне. Здесь до хрена бандитов, потому что вон Шепард рассказывает, что он встречает кучу трупов. Такие дела. Это плохо. Ты по железной дороге идешь? Нет, я бегу по простой дороге. Блин, мы с тобой не встретимся. У меня железная дорога и простая дорога очень близко друг к другу. А, ну, простая дорога справа... Вот смотри, маяк, ты говорил, что у тебя маяк по правую руку. Я маяк вижу, он где-то в двухстах метрах от меня. Это как-то нормально. Так, я вышел на железную дорогу. И здесь какой-то... Да, здесь перегородки. Ой, блин, пока мы с тобой будем искать руку, у нас кто-нибудь брокнет тоже. Персонаж у меня, как вы можете увидеть с предыдущей серии, только он опять поменял рубашку, он, видимо, за кадром рубашки цвет меняет. Потому что в прошлый раз у него была белая, а сейчас черная. Но мне черная больше нравится, она менее заметная. У тебя какого цвета рубашка? Кстати говоря, я так и не понял, как машину собирать. То есть находишь прямо любую машину раздолбанную и к ней несешь запчасти, что ли, и от этого пока не выучил. Потому что я уже находил одну мячку, там куча вещей была, но вот чтобы машину найти, я как-то такого не видел пока. Так, мне нужно куда-нибудь затихариться. Ну, я только разбитый находил. Затихариться куда-нибудь. Так, письмо. Тихо, так. Мост. Да. Блин, что-то мы с тобой далековато друг от друга, похоже. Бегу по жду дороги, слева от меня здорова гора. Да здесь полно гор, я около здоровой горы. Блин, у меня персонаж запахался. Она справа от тебя? Да. Но у меня этих, тут гряда целая идёт. Нет, просто дело в том, что у меня маяк, про который ты говоришь, что он очень далеко, он находится где-то в метрах в ста от меня, в двухстах. То есть я к нему вот сейчас могу за минуту добежать. Ну, а у меня там вообще далеко. Так что у меня ощущение, что ты где-то вон, вот там он где-то находится, что ты от меня где-то в километрах в двух вот так вот будешь и будем бежать, и так мы с тобой встретимся. Я просто ни разу не бегал от Электрозаводска до Черногорска, поэтому хрен знает. Да, и лучше по Черногорску тоже не бегать, потому что очень страшно. Ну и в Электрозаводске я тоже на нервах пробежал, но я там трупов не встречал. Так тихо, там по-моему кто-то есть. Я еще в основном бегаю с видом от третьего лица, потому что меня укачивает с видом от первого. Так башкой качает. А я тоже. Не знаю, но ночью, конечно, когда помещение зачищаешь, эффект присутствия офигенный просто. Маяк метров пятьдесят от меня справа. Вот меня метр в двухста позади. Ты по дороге идешь или по ЖД дороге? Просто дорога и железная рядом идут. Но мы с тобой, похоже, сейчас таки поймаемся. Поймаем друг друга. Вижу домики. Я тоже вижу домики вдалеке. Подожди. Я вижу мост. Ты про мост какой-то говорил? Да, он был по простой дороге если идти. Он уже сзади меня. Ты прошел по простой дороге и потом слева у тебя была огромная гора. И сейчас ты видишь домики, да? Да, справа. Так, ну-ка давай-ка выходи на железную дорогу и беги назад. Что-то мы, похоже, пробежали с того друг друга. Потому что я мост вижу и маяк у нас и у тебя и у меня близко. Хотя тут несколько маяков. Ну вот этот, который я вижу, он слева от меня. Теперь я раз я к тебе бегу. Ну от меня, соответственно, справа. Вот смотри. А, объясняй, что я вижу пока бегу сейчас. Справа от меня гигантская гора. У нее как бы подхода, железная дорога. Во, вижу, кто-то бежит. Ты по дороге бежишь? Если это ты, выйди на дорогу ЖДЛ. Так. Ты меня видишь? Яна же до дороги лежу. Надеюсь, поезд не приедет. Я тебя не вижу. Ты в темном? Да. Походу это ты, но ты у меня стоишь и бежишь на месте. А вот ты пробежал. Я тебя вижу. Понятно, почему он пропустил друг друга. Только тут, похоже, такой пинг высокий, что у нас это весело будет. Ты сейчас бежишь вперед? А, ты у меня вообще на месте стоишь и бежишь, бежишь, бежишь. Замечательно. Хороший сервер. Бегу к тебе. Куда ко мне? Я вижу, что ты бежишь, я за тобой бегу. Какие-то вообще пятнашки, по-моему. Короче, ладно, давай пока сервер такой визуально друг на друга не ориентироваться. Давай, куда пойдем тогда? Просто будем по связи голосовой как-то координироваться. Ну, в принципе, я думаю, можно идти туда, откуда пришел я, но повернуть просто направо в развилке. Не идти на Черногорск, а идти направо в лес. Ну, давай. И искать там приключения. Так. Что-то я тебя совсем не вижу, куда ты пропал у меня. Я прямо перед тобой стою. А вон ты позади меня стоишь. Вдалеке. Да, с такими... А у тебя тоже значок разорванной SCP. Да. Да вообще на этом сервере что-то... Это ру... Ру-1 сервер, да? А, ру-4 вроде нет. Короче, ру какой-то. Или второй, я не помню. Что самое печальное, при таком пинге, если кто-то в нас стрельнет, то мы и не поймем это пока нас не убьют. Ну и у них точно так же мы будем. А, вон там вдалеке... Я сейчас замер справа вдалеке от железной дороги. Какой-то домик, я хочу его проверить. Хотя на, по-моему, нечего смотреть вообще. Потому что там дверек даже нет. Ну давай около него поймаемся и оттуда уже пойдем. А то есть туда, оттуда ты перешел как бы, да? Нет, ну вот сейчас вот ты беги в сторону моста и справа по дороге увидишь мостик. Ой, домик белый такой. Я рядом с ним. Ага, вижу. Вот я около него сел. Там кто-то Блехарда подстрелил. Он жаловался мне в чат. А я вот что-то это проглядел. Я вроде тебя вижу, но что-то ты, блин, мелькаешь по-страшному. Ты сейчас, блин, охочешься. У меня вообще в железной дороге до сих пор стоишь. Так что не надо мне поднимать. Короче, понятно. Так, ну вот, смотри, ты тут стоишь. Так, ну давай прыгни. Что сделать? А, тут нельзя прыгать. Вот и где прыгать нельзя. Так, короче говоря, давай пошли по опушке куда-то в сторону. Откуда ты пришел, Черногорский. Там оттуда пойдем уже в глубь острова. Ну, я думаю, сейчас я эту серию отсниму. После этого надо будет на какой-то другой сервер перезайти. Потому что тут же невозможно играть вообще. Мы не видим, да. Для видео тоже. Ну, для видео. Мне интересно смотреть. Так, вот ты у меня куда-то побежал. Ну-ка остановись. Прямли. Тобой стоит. А, нет. Ты бежишь в сторону леса. Я стою на месте прямо перед тобой. У тебя рюкзак красивый, кстати говоря. Мне уже объяснили, как рюкзаки нормальные, братья. Так, ладно, короче говоря, я иду к мосту. Уничился или нет? Ну да, сначала выгружаешь все из ящика, ой, из рюкзака. Все свои вещи. Потом выбираешь его, нажимаешь дроп, то есть бросить, если у тебя русская версия. И берешь новый. Сначала предыдущий надо выбросить. Тогда сможешь взять. Ну да, вот я тут взял, но как вещи переложить, так не понял. Ну ты на него наводишь, и там у тебя внизу появится надпись open back, то есть открыть сумку. И когда уже откроешь... Да, 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 мне вещи какие-то переложат. Вещи-то, по-моему... А мне на мосту. Ты на мосту? Бегайся ты. А я справа от тебя метрах в ста где-то на поляне. А под мостом водичка еще. О, водичка. Так, сейчас я... Ну ладно, беги ко мне. У тебя у меня персонаж хочет пить. А, у тебя хочет пить, ну тогда давай. Побежали, я тоже наполню флягу. Прямо сейчас попью и наполню. Надо наполнить просто на колесико нажать, да? Да. Ну то есть колесиком крутишь сначала, потом нажимаешь. А у меня здесь нет такой этой... Ну ты еще побегай. Наполнить водой. Она не всегда появляется. Еще побегай. Блин, нет, здесь не наполнить, видимо. Здесь воды где-то по воде. Не-не-не, я набирал там вообще была такая лужица после дождя, короче. Натурально. Ну-ка сейчас я попробую. Блин, круто это. Вон я тебя вижу. У меня не получается. Так, ну-ка я сейчас... Да здесь вообще воды нету. Где ты тут воду-то нашел. Да как вода ведь это? Где? Чавкаю так сильно. О! По-моему... Так. Здесь вода, чувак. А на секунду ты видел записи, я видел как ты бегаешь в реальном времени. Это прогресс. Ну да. Так, я не знаю... Я залез на мост. Нам нужно какой-то Цельсия найти. Ну то есть я-то понимаю, что у меня все есть, а у тебя, блин, даже пистолет какой-то стрёмный. ПМ. Нужно тебе пушку найти. Чем тебе не нравится мой пистолет? Ну тем, что я тебя сейчас убью, а ты мне ничего сделать не успеешь. И то же самое с врагами будет. Поэтому... Вот видишь там, если смотреть от моста направо, там опушка и дорога уходят в лес. Да. Вот туда пошли. И там еще домик какой-то, да? Да-да-да. И оттуда вглубь территории будем продвигаться и постараемся найти тебе что-то. Ну и мне соответственно. Я туда бегал. И я очень хочу тебе арбалет. А мне снайперское понравилось, потому что их хорошо с расстояния расстреливать. А на шум мне пофигу с такого расстояния. Ну да. А здесь один вид снайперский? Или несколько? Ну я один видел. Сизет. Чешская винтовка. Охотничья. Так, кстати говоря, зомби тут уже 176. Не так мало. Интересно. А, я кстати еще хотел спросить. Здесь когда реальный игрок умирает, вместо него зомби появляются? Или зомби здесь просто рандомно респятся? Зомби здесь просто рандомно респятся и когда ты видишь, ты же наверняка встречал эти мешки из-под тел. Да. Это как раз таки место, откуда появляются зомби. Как мне сказали пока ребят. Да смотри. Ты идешь в забор. Нет, я вообще-то около домика уже, около этой избушки, около опушки. А ты где? Да. И здесь в забор, и ты в него идешь. Здесь есть тропинка уводит куда-то туда. Я снимаю серьезно, можешь потом досмотреть. Здесь тропинка, короче, уходит куда-то наверх. Видишь ее? Да. Вот по ней пошли, куда-нибудь она нас, наверное, приведет. Да и вообще как-то, блин, пока мы с такими лагами, нужно от потенциально опасных мест свалить. Да, и уйти пока что-то. Блин, это музыка, конечно. Так, ну я понимаю, а в этом доме, интересно, есть оружие? Нет? Надо было проверить, наверное. Он пустой был, он вообще не открывался. Ладно. Я уже встречал домики, в которых можно, в которые можно заходить, но это не язык числа явно. Блин, елочку там на дорогу поставили. Что-то тут как-то напряженно стало наверхить, он у меня уже не бежит. Перейти на дорогу, я рекомендую. А, чувак здесь кабан. Кабан, я надеюсь, не опасен. Так, надо чуть-чуть звука убавить, а то тебя, наверное, глушить по-страшному будет. Кстати, да. Ну я и так вроде бы убавлял. Я вообще не убавляю, сейчас у меня этот аудишн там как-бы накладываю, поэтому даже звук не приходится убавлять, удобно. Но в синхронизации постоянно какие-то косяки, пока не разобрался. А, в секунду, да, где-то? Ну, это уже самому нужно подбирать, просто не всегда получается. Обычно уставшим от силы. Ты убьешь кабана или он не нападает на нас? А это толку его убивать, он на нас вроде не нападает. Я его, кстати, не видел даже. И тебя не вижу. Я не знаю где ты, мы просто где-то в одной области бегаем. Из этих лагов хрен поймешь. Ну, кабан слева направо вдоль этой дороги перешел, я иду к большому белому камню. Только впереди. Здесь полно больших белых камней. У меня только один. У меня два рядом стоят. Ты по тропинке идешь вообще? А персонаж уже еле ползет наверх. Ты, видимо, вперед немного побежал. Возможно. Я тебя около этих двух камней подожду тогда. А почему у меня из-за одинца кровь идет? У тебя кровотечение, что ли? Посмотри параметр блата у тебя в дебаг-мониторе. Да. Не пойму почему. Сейчас это бандаж наложу. Тебя, возможно, кабан порвал? Почему не кровотечение? Думаешь? Ну, я не знаю. Блин, все может быть. Но он просто мимо прошел, я прошел после того, как он мимо прошел. Справа теперь белым знаком какие-то два болта в разные стороны нарисованы. Это типа паника у тебя. Ты сейчас будешь хуже целиться, наверное. Я не знаю, что это такое, пока не разобрался. У меня нет времени там разбираться, на серверах лазить. Народ в комментариях подсказывает. Я пока что из-за этого в основном информацию получаю. Так, вижу тебя на двух камней. Сколько у тебя кровища? 8-920. Хреново. Покушай что-нибудь. Тебе дать консерву. А, у меня вроде бы есть. Сейчас поем. 920 теперь. Кто там меня убить? Хочу поехать. Больше может не есть, по-моему, не поможет. Но оно постепенно восстановится. Так. Ты где около двух камней? Иду за тобой. Теперь ты у меня нормально идешь. В какой-то реке. Ну, я-то тебя все же не вижу. Так что толку? Вообще, что ли? Ага. Так, что у нас там впереди? Сено какое-то. Или это кусты какие-то белые. Кусты. Блин, куда эта трофинка приведет? Мне уже любопытно стало. Да. Я надеюсь, там будет какой-нибудь охотничий домик, где есть снайперская винтовка и арбалер. Не, ну вот прикинь, вот в этой фирме работают маньяки. И они такой огромный остров сделали и проработали вот такие вот детали, которые вот хрен кто когда увидит. Кто вот эту трофинку на нее забредет-то? Единственное, она может там в какой-нибудь миссии в Сингле была. Вот таких деталей на этом острове да хрен еще просто. Так. Куда-то мы идем. А слева, по-моему... А нет, это камень, я думал, палатка. Так, трофинка, похоже, из леса выводит. Подожди, это что это там такое? Это ты бежишь спиной вперед? Ну, обычно я бегаю передом вперед. Здесь дерево поваленное. Я около дерева поваленное у тебя жду. Беги по тропинке и увидишь. Ага. Справа от тропинки какой-то чувак с винчестером. А, спина к дереву подбежал. Будем надеяться, что это я. Я не знаю кто это. Какого он цвета? Ой, я пить хочу. Ага. В темной одежде, в джинсах. Ну, это я. С языком как у тебя. Я, наверное. Но я там поваленного дерева не вижу. Ну, с этими лагами делают Монволк. Ну, понятно, короче. О, я нашел там что-то. Очень плохой серф. Ну, сейчас уже, наверное, по этой тропинке придем куда-нибудь. Завершим эту серию. Дальше пойдем на какой-нибудь бой. Блин, я только сейчас дошел до поваленного дерева. Ну, и че я? Вперед бежишь. Я только от него отбежал секунд десять назад. Так, всю эту тропинку выводит на какую-то поляну. Тут заборчик. Сейчас нам найти бы какую-нибудь ферму. О, мы пришли куда-то. Какой-то населенный пункт. Так не спойлереть. Не спойлерете. Подсказываю. Так, ну слева, да? Ну, вот по тропинке идешь и как раз нас выводят к какому-то пункту населенному. Да, я вижу там табличку. О, заяц бежит. Он не лагает. Хорошо, блин, ему. Кто не лагает? Заяц. А, заяц. Опять послышал, что с задом. Я не лагаю. Так, это у нас пусто. Пусто, да. Я пробегаю мимо УАЗика. Ой, блин. Тут два УАЗика раздолбанных. Здесь надо быть осторожным, потому что зомби уже 232. Да, я тут аккуратненько. А вон там ангарчик, в котором что-то может быть. Крадучись дико. Справа вдалеке, что ли? Ой, ты куда-то вперед лежал. Вон гард. Ты теперь меня увидел? Я тебя вижу, ты лагаешь по страшному. Эта серия самая ужасная будет. Потому что капец какой-то вообще. Так, в ангаре чисто, по крайней мере, у меня. Ты в нем, что ли? Потому что мне указывают, что ты рядом с нами где-то метров десяти. Я уже внутри, и здесь пусто, и ничего нет. Ну, ладно. Уф, так. Давай прямо в нем сядем и закончим. Ну давай, да. А то невозможно так играть. Сейчас найдем новый сервер и там уже будем писать. Ты где? Ты в ангаре? В ангаре сижу. Ну и все тогда. Заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур и Джек Шепард. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»